Итак, строение левой руки. Обычно на гармошках три ряда. Иногда уж на каких-нибудь два, но одного я не встречал. Мажорный ряд. Вот он самый близкий к краю. Средний ряд. И вспомогательный, где идут одни пасы. Он называется вспомогательный. Там одни пасы. А что нужно знать? Вот этот ряд. Мажорный. Скажем так, веселый. Мажор. И минорный. Минорный это средний ряд. Бас у нас находится внизу. Аккуратно вверху. Бас внизу. Аккуратно вверху. Для начала я вам советовал выиграть все легато. То есть связать пас с сахаром. Два раза вниз. Два раза середина. Два раза вверх. И вернуться на середину. Если у вас возникают такие проблемы, когда у вас не получается сверху, допустим, вниз опуститься на середину, то тогда берете два пальца, играйте, чтобы пальцы привыкли к вашему расположению. Они же везде разные, расстояния разные. Поэтому... Чтобы вы попадали. Да, если у вас не отмечена эта кнопка, это не беда, если у вас получается. Но если не получается, конечно, лучше отметить на начальном. Вот именно получается раз, два, третье. Это нота до. И также на миноре. Да, иногда нам нужны вот эти. Допустим, в каком-нибудь... В подмосковных вечерах мы сюда залазим на самый верх. Да, сначала легато поиграйте, а потом так же все стаккато. Медленно. То есть медленно поиграйте, а потом быстро, чтобы получилось. Или, допустим, такие скачки. Допустим, с нижнего минора уходим вверх сюда. Или такие. То есть если у вас где-то не получается, нужно это просто выкоренять вот таким образом. Просто затачивая левую свою руку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok